всем доброе утро из солнечной барселоны с вами я алина уставшая ну короче я красивая не очень поднялась сюда потому что они уехали в египет отдыхать а я должна вот это все поливать просто так они посадили здесь это перец перец падрон вот это что маленький жарится вот перец ара какой перец вот и тут перец и помидоры черри вот сейчас полью и спущусь и заодно хочу вам рассказать девочки эта история реальная история это случилось 25 25 лет назад я чуть волнуюсь потому что аж не верится что это случилось со мной сейчас я вам расскажу давайте я вот так расскажу да не смотрите на мою рожу я ночью очень плохо спала не знаю почему подушками дралась там еще что-то но не знаю наверное это волнение или что-то ровно 25 лет назад короче вот такое у меня случилось что сегодня день рождения моего сына нам вот ему сегодня 25 лет слава богу все хорошо все нормально но смотрите когда он родился первые слова которые услышала от врача ваш сын будет овощем откажитесь от него потому что вы в общежитии живете не сможете за ним смотреть очень извините за ним смотреть и мне помню мне 24 года было и мне так обидно было одна в украине я рожала в тропинке если что такая как а как ара может может быть овощи за что не может быть как так вроде было все нормально ну конечно они все на меня навалили так как я поздно стала на учет потому что у меня не было паспорта прописки но вроде беременность шла все нормально а дело было в том что у меня воды отошли 3 часа ночи от 25 до 3 часа ночи а они должны были меня киселить потому что я не могла сама рожать и они все ждали мужа моего а у нас денег не было я помню когда заведующий отделение тропинки но потом умер составе он каждый 10 минут приходил и говорил когда твой муж придет когда твой муж придет когда твой муж придет а я не знала почему он меня это спрашивает оказывается он деньги просто хотел а в это время у меня были чуть-чуть схватки но сама я поняла что не смогу рожать и там дай бог ей здоровье была одна акушерка молодец она меня пожалела и уже было четыре вечера девочки и она мне говорит девочка моя у тебя неужели никого здесь нету а я говорю почему говорит у тебя ребенок внутри погибает сердцебиение останавливается потихоньку понимаешь у тебя ребенок сколько говорит уже без воздуха почти у тебя воды отошли три часа ночи а сейчас уже четыре ты понимаешь говорит я такая звоню соседям говорю мужу говорю они деньги просят никаких денег я не дам короче это надо бесплатно то далее они пришли какой-то укол сделали обратно ну что делать это как раньше работала в областной больнице в кардиологию муж у меня всегда были там связи меня всегда любили в общем позвонила и им позвонил также называется блин я забыла этот главврач главврач когда я позвонил и сказал у вас лежит в общем такая-то такая постарайтесь с ней нормально обращаться если не дай бог не дашь учиться будете отвечать и помню девочки сразу 10 врачей у меня в палату а чё ты не сказала что ты наша и меня везут в реанимацию и конечно ребенок же внутри погибал и они меня и так и так и так и так и так и щипцами достали конечно когда щипцами достали девочки задели спиной мозг задели желудочные не знаю что и и конечно и его сразу в ингупатер но он там долго не смог там это потом его перевели в областную детскую больницу в реанимацию он вот синий был когда мы его перевозили я уже думала прощаться помню когда приехали заведующие детское отделение это что он ей привезли этого синего такая сделала он дышит пока и быстренько и его короче в реанимацию и мне говорят мама ты должна готовиться мы не знаем сможем ли его спасти или нет и мы два месяца вот там мучились и самое последнее лекарство самое это я конечно заведующего схватила и сказала если не дай бог что-то с ним случится пускай я пойду туда где не выходит но я заберу тебя с собой потому что это по твоей вине за то что деньги просил ну короче я хотела суд подать мы договорились так чтобы они все берут на себя самое дорогие лекарства и кровь менять и все короче все-все-все я на суд не подна суд не подаю носу и конечно было последнее лекарство и сказали вот это последнее больше нет шанса в общем сама начали говорить психологи или так далее конечно я уже думала как же делать ну я сама с ребенком не знаю смогу не смогу никого нету там другие мне говорили алина оставь забудь 10 дней поплачешь и все пройдет чем всю жизнь мучаться я сказал я говорила им отцепитесь от меня так вы можете мне такое говорить а вдруг я потом узнаю что он здоровый о чем вы говорите в общем два месяца там лечились хорошая врачиха была заведующая там я помню с нами когда мы пришли в больницу там еще одна женщина лежала с таким же диагнозом когда щипцами вытянули но там еще затронули затронули сосательные глотательные не знаю что рефлексы ребенок не мог не глотать не сосать не хотя у моего тоже да хотя всегда с зонтом кормили еще что-то тронули что ребенок не мог на ногах стоять и когда врач взял моего ребенка поставил вот так нам ну на этот на стол вот этот он начал ногами вот так она уходить будет уходить у кого-то сейчас теперь надо ждать пока он будет реагировать на что-то ой девочки я помню четыре месяца ему было нас уже выписали пришли домой взяла игрушку вот так возила знаете и он глазами вот так этого все реагировать будет а потом целый год у нерволога на учете были ну слава богу но знаете что меня беспокоит что у него вечно головные боли вот даже сегодня с утра он проснулся опять таблетки глотает от боли над головы все равно у него вот это есть проблема с головой хотя на тогда нас учета снимали но я благодарна богу что ребенок нормальный вырос здоровым так что дорогие мои вот такое может тоже быть когда вам говорят что у вас ребенок может быть овощем а вот смотрите на здоровый слава богу работает помогает маме но характер были не надо мы ругаемся ужасно да сегодня после работы пойду домой не хочу идти на халтуру сделаю ему сюрприз в общем подарю подарки с оскаром пойдем в ресторан покушаем втроем все рассказала я вам я вас всех люблю всех целую пошла поливать это все и спущусь на работу давайте пока пока